Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер. Дель на проводе, это моя фамилия такая, зовут меня Джордж из сказочной Баварии. Всех приветствую на планете Земля 2021 года. Проглашаем к нашему очередному интервью со звездами 21 века. Сегодня, 18 апреля 2024 года, прямой репортаж нашей сказочной Баварии с великолепнейшей, интереснейшей женщиной 21 века Алена Валенсия. Мне очень приятно, что девчата наши, женщины, девушки удивляют в 21 веке меня все больше и больше. Мне тяжело, в принципе, удивить, но удивляют очень многие со своими способностями, своим характером, своим стремлением. Сегодня у нас очередная творческая встреча, 181 интервью. Нам очень приятно, что через месяц нам будет в конце месяца ровно 4 года. И 181 звездочка у нас в гостях Алена Валенсия. Ждем ее к нам в гости. Будем надеяться, что интернет после наших сумасшедших ураганов, которые у нас сегодня, вчера и позавчера были в Баварии в нашей юзной части, неожиданно после плюс 30 стало минус 5. Снега очень много и все, что расцвело, завалило, просто завалило снегом. И как это произошло? Сегодня у нас 18 апреля 2024 года, 181 интервью. На всякий случай ищите нас на всех социальных сетях, где где-нибудь найдете. Пишите на любых языках Джордж Дель, интервью 21 века, со звездами 21 века, везде где-нибудь нас найдете. Итак, ребята, мы ловим Алену Валенсию, она ловит нас, вы ловите нас, а мы видим уже вас. Здравствуйте всем, всем, всем. И будем надеяться, что наш интернет сегодня не подкачает. Иногда это бывает, но вы сами понимаете, немножко надо терпения. Итак, ребята, 18 апреля, 181 интервью. Немножко похвалимся. У нас самая наша юная гостья была 4 годика у нас в гостях. И самый взрослый участник у нас был 84 года. Все-таки 4 генерации, это очень много. Калибр у нас абсолютно разнокалиберный, скажем, разнообразный. Но гости у нас все высший пилотаж. Мы очень тщательно отбираем и очень рады, что они приходят к нам в гости, к нам на интервью. У нас именно интервью, абсолютно прямой репортаж. Мы ничего не вырезаем, мы ничего не подклеиваем, не подделываем. И вот, внимание, внимание, мы скажем больше. Ахтунг, ахтунг. Алена Валенсия. Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуй, Аленочка. Очень приятно, что получилось. Мы немножко волновались, так как у нас последние 3 дня после плюс 30 урагана снежной в Баварии. И бывает иногда связь в горах, как говорится, не всегда состыковывается. Но все-таки повезло. Здравствуйте, Алена. Добрый вечер, Джордж. Добрый, добрый. Вы сегодня у нас 181-я гостья. Алена, мы немножко похвалимся. Это неполные 4 года, то есть у нас от 40 до 50 интервью каждый год. И 181-я гостья у нас в гостях. Великолепнейшая. Похвалимся еще, что у нас самая юная участница была 4 года. Я повторюсь, а самый старший участник 84 года. Все-таки 4 генерации наших интереснейших людей. Итак, Алена Валенция, ваше приветствие на планете Земля. Меня вы уже поприветствовали всем, кто у нас сегодня на прямом эфире. Или кто посмотрит нас потом в архиве. Пожалуйста. Вижу своих подписчиков. Всем привет, дорогие друзья. Сразу хочу вам сказать. Ксюшенька, привет. Да, привет Ксюше. Привет всем. Сегодня я хочу сделать такой подарок от себя. Своим подписчикам, да. Ну, кто у нас задаст мне самый интересный вопрос. Я, конечно же, с удовольствием... Спасибо, Ксюша, самое лучшее. Всем привет, да. Я подарю от себя такой в виде бонуса денежного. Скину вам денежку на карту 500 рублей. Но я жду... Да, я жду интересный вопрос. Именно интересный вопрос, который кто мне задаст, тому я... Я не считаюсь, да, Ален? Я хочу, чтобы телезрители у нас... Я не против. Да, зрители. Да, да, да. С удовольствием. Пусть задают вопросы, пусть подсказывают. Многие вопросы мне уже задали. Первый вопрос. Алена Валенсия. Алена, понятно? Лена, Елена, Алена. Можно как-то понять. Чисто русское имя. Валенсия. Очень все плавно, растяжно. В сторону Испании. Все горячее, все купящее. Ален, давайте раскрывать секрет. Почему Валенсия? Я тоже такое стихотворение придумала. С рождения до пенсии мечтаю о Валенсии. Интересно. Вот. Но на самом деле никакого секрета нет. В слове Валенсия, во-первых, это очень красивое название. Во-вторых, в слове Валенсия есть слово Алена. То есть убираем букву В. Есть. То есть окончание убираем, остается Алена. Ну и как бы утрированно, и звучит очень даже красиво. Алена Валенсия. Не просто, допустим, Алена какая-нибудь такая. Да, такая-то такая. А вот именно что-то такое интересное. Ну вы в Валенсии сами часто бывали? Вам она нравится или нет? Или просто вот... Вот именно в самой Валенсии я была проездом. В Испании я была. Испания, конечно, мне нравится. Мне нравится и Италия, и Испания. Но вот именно в Валенсии я была только проездом. Но обязательно. Но это такой небольшой город, в принципе, да. Там он сам такой красивый, но такой как небольшой городиск, скажем, да. Население небольшое. Ну по сравнению с Москвой, конечно, небольшое. Ну и по сравнению с Мадридом небольшой, поэтому... Ну это да. Да, ну... Согласен. Согласен. Ален, я сегодня озвучу один праздник. И скажите, пожалуйста, насколько он сильно влияет на вас и влиял с вашего творческого пути. Сегодня исполняется ровно 99 лет исполнения, как изобрели радио. Все-таки радио когда-то это было сумасшедшее медийное такое оружие. Сегодня это немножко по-другому выглядит. И вот в начале вашего творческого пути, насколько сильно оно играло, в продолжении вашего творческого пути, насколько оно также играло, и насколько играет радио сегодня в нашем 21 веке именно для вас. Я не беру творческих всех людей, а именно для вас. Пожалуйста. 99 лет. Все-таки серьезная цифра. Да, я всех поздравляю, кто работает на радиостанциях, на радио. Всех поздравляю с таким праздником. Но я скажу так. Радио, конечно же, раньше играло огромную роль для артиста. Но все мы понимаем, что вообще в советское время у нас, по-моему, было пару всего, или даже одна радиостанция. Да. Маяк. Я знаю только маяк. Другого я не знаю. А радио России, по-моему, еще было. Ну, я не... А, нет, тогда уже позже. Да, маяк. Вот, значит. И, соответственно, когда песня выпадала на радио, артист мгновенно просыпался знаменитым. Сейчас тенденция поменялась. Сейчас у нас есть интернет. И сейчас даже когда, наверное, с интернета, в интернете песня становится популярной, тогда она выпадает на радио. Сейчас даже чаще вот так. Поэтому, конечно, мне приятно, безумно, что меня поддержала радиостанция Дорожное радио, Кирилл Сорокин, программный директор. Если он видит, услышит это интервью, я ему очень благодарна, потому что именно проект Алена Валенсия, первую песню твоя на радио взял Кирилл Сорокин. На радио Дорожное, да. И, естественно, эта песня пошла-пошла. И потом еще я выступила на первом канале с этой песней. И это дало какой-то такой хороший толчок. Зеленый свет, да? Да, зеленый свет. Сейчас не знаю, сейчас не знаю. Пока вот на русское радио, пока моих песен не звучит на русском радио. Хочу. Ну, хорошо. Алена, если вы озвучили с Сорокина, радио Дорожное, ваша творческая встреча как произошла? Именно с Сорокином? И почему получилось так, что ваши, скажем, направления сошлись? И он сказал, да, вот мы возьмем вашу песню, и она прозвучит на радио. Как это произошло? Пожалуйста, пару слов скажите. Вы знаете... Раскрой секрет. Да, раскрой секрет. Вы знаете, Джордж, будучи в новом проекту, у меня сначала была группа Валенсия, потом Алена Валенсия, да? И я, естественно, записала первую песню. Артисты сами всегда что-то делают, да? Мало кто там, как бы, ну, кому нужны, да, именно в плане. И я просто разделала рассылку и написала письмо, говорю, вот я начинающий артист, послушайте, пожалуйста, песню, дайте мне шанс, и так далее, и так далее. И просто отправил на почту песню. И мне пришел ответ. Да, мы берем вашу песню. Я такая, что? Это так бывает? Это было чудо. Просто бывает. Это когда, как давно это было? Скажите, пожалуйста. Это было 2012-2013, ну, 2013 даже год. 2010-2010 лет. Ну, интересно, интересно. А когда вот, интересно, вы подсказываете то, что нам рассказывает интернет про вас, потому что бывают вещи очень такие правильные, бывают очень правильные, а бывают чересчур правильные. Алёна, было написано о том, что вы когда родились, или при рождении, вы были очень такая громкая, очень громоглосная. Насколько это правда? И это было в течение только тогда, когда вы появлялись на свет, или это продолжалось, когда вы уже, как говорится, делали первые месяцы вашей жизни, чтобы вы постоянно были такая, ух, с высокими нотами день и ночь. Я была постоянно с высокими нотами, да. Когда мама меня очень быстро родила, она говорит, я очень легко тебя родила, очень быстро. Быстро, да? Да, очень быстро. Она говорит, да, прям, говорит, я, ну, приятно. Рожаю не хочу, да? Вы знаете, а ещё мама говорит, ты шла в этой рубашке, да, говорит, в этой рубашке, да, ребёнок. Её, видимо, разорвали как-то, я не знаю, как получилось, но, в общем, в итоге, когда вот я выходила, мне её порвали, и такой прям ор стоял. И акушерки сами сказали, говорят, о, родилась певица, очень сильно ты кричала. И, соответственно, вот, да, я всегда, может быть, лёгкие там как-то открылись, я не знаю, да, там говорят что-то. Не знаю, как это произошло, что-то там. Ну, в общем, пела я всегда везде и всегда выступала. Даже не помню. А вот, кстати, интересная такая бизнес-фишка была бы, да, вот когда вот приносят маме первый раз ребёнка после рождения, как он кричит, вот именно чтобы бы снимали тогда, вот именно видео, там, я не знаю, там, и записывали голос. Вот сейчас это же был бы исторический момент. Представляете? Сегодня можно всё отдать, чтобы услышать, увидеть себя, вот ваши первые вздохи, ваши первые голоски, которые были. Это же просто... Сейчас это возможно, тогда это даже об этом и не читалось. Вот, кстати... Ну, а мама рожала мне в обычном роддоме. Конечно, там, как, там ничего такого не было. Обычный роддом, Советский Союз. Поэтому что... Понимаю, что тогда был это обычный роддом. Да. Это понятно. Даже папу не пускали туда никогда. Сегодня это возможно. Да. Окей. Ну, если вы уже пару слов сказали о маме, скажите, пожалуйста, действительно ли у вашей мамы, Алена, день рождения 1 апреля? Да, 1 апреля. Как вы справили в этот раз, 1 апреля, никому не веря? Да, вы знаете, в этот раз мама у нас живёт же в Хакасии, да, откуда я родом, соответственно. И в прошлом году она была с нами, а в этот раз она была там. В принципе, она чуть-чуть приболела, и поэтому они в семейной обстановочке правильный день рождения. Строгнули. Строгнули за 1 апреля. Как это по-русски бывает, самогоночки. Ну, я и тоже не важно что, главное, чтобы было интересно, весело. Да. Если бы сказали, откуда вы, пару слов, скажите, пожалуйста, откуда вы, это где-то какие-то горные края, да? Я что-то, если честно говоря, даже такую республику или город не слышал, хотя там очень миллион городов, конечно, в нашем бывшем союзе. Пару слов скажите, пожалуйста, откуда вы. Республика Хакасия, да, у нас есть республика Хакасия, город Черногорска, столица Хакасии, это город Абакан. А, я тоже не слышал, да. Да, вот. Ну, знаете, как раньше республика Хакасия относилась к Красноярскому краю. Сейчас она отдельная республика, отдельно существует. Ну, находится она недалеко от Красноярска. На машине там примерно 6 часов ехать, да. У нас всю Германию, у меня до Парижа 6 часов. У нас в России очень много необъятной, очень много земли, поэтому... Да, да. Нет, все-таки расстояние для творческих артистов это тяжело. А как вы отправили 1 мая? Вы все-таки верите в ваши подколки, скажем, на 1 апреля? Или вы заранее предупреждали, чтобы не подкалывали там, ну, как говорится, не строили подножки на 1 апреля? Или вы кому-нибудь? Такие ху-ху-ху-лайт у вас чтеньки? Или как-то с юмором все проходит? Вы знаете, я даже не знаю, но вообще мне рассказывали, что при Сталине 1 апреля, делали так. Очень были большие скидки в магазинах, и даже какие-то продукты раздавали бесплатно. Но это было 1 апреля сказка, или это было на самом деле? Это на самом деле, да. При Сталине было так. А действительно продукты, можно было... Какие-то раздавались бесплатные, и очень дешево продавали продукты. Но потом почему-то пришли коммунисты, и сделали 1 апреля день дурака. Я не знаю, почему, да? Вот. С чем это связано. Но сам факт, что... Я никогда, честно говоря, не шутила на 1 апреля. Я не понимаю, надо почитать, почему они переделали этот праздник, но 1 апреля раньше при Сталине это был, соответственно, вот такой день. Вот. Интересно. Почему они... Я не знал об этом, что при Сталине были дешевые продукты. Ну, тогда ничего тоже не было. По скидке, вот на определенное 1 апреля как раз можно было очень дешево купить, и, по-моему, даже раздавали... Я точно не помню, но надо почитать исторический факт. Какие-то продукты раздавали бесплатно. Сталин очень много чего делал, да. Он вообще, в принципе, в каких-то аспектах был очень даже молодец. Вот. Ну, всегда можно кого-то хвалить, кого-то расхваливать, понимаете? Самое главное, что человек сделал, а там уже у каждого своя точка зрения. Ну, да. Окей. Да, да. Пару слов еще, пожалуйста, Алена, о школе. Скажите, пожалуйста, насколько вы были хорошей ученицей и ваша первая неудовлетворительная оценка и за что? Ну-ка, давайте, секретик, быстренько нам раскройте карты. Честно говоря, не помню, за что вообще. Я в школе не любила учиться. Да, это вообще... Школа — это не мое. У меня как-то не заладилось с школой, потому что у нас была такая... Во-первых, я переходила из школы в школу, у нас была такая ужасная. Во втором, в какую школу я пришла, после, да, третьего класса мы переехали. После второго класса мы переехали из дома в квартиру, продали дом, переехали, и у меня не заладилось с учительницей, но я считаю, что она была такая странноватая женщина, и, соответственно, после этого я школу не любила. И все. Так как-то у нас не заладилось. Поэтому я не помню, что там было, как там было до второго класса, до третьего класса. Я училась хорошо. Вот так. Потом все. А там непонятно. Не помните, да? Тут помню, там не помню. А я просто даже пропускала занятия. Я могла просто не пойти, и они ничего не могли сделать. Там, допустим, я говорю, я не пойду в школу. Как-то я не ходила в школу два месяца. Ну, типа, я уходила в школу, но сама не ходила туда, да. Что-нибудь гуляла куда-нибудь уходила. Поэтому у меня такое. Ну, а что родители говорили? Мама не знала. Ну, потом же, когда-то они же узнали же. Ну, а что делать? А что делать вот с ребенком? Вот ребенок не хочет. Я говорю, я не хочу мне в этой школе учиться. Но маме, куда переводить мне? За 3-9 земель, когда у меня школа была, вот подъезд, а вот школа. Пять минут до школы. Ну, как-то с горем напополам я ее закончила до 9 класса и сказала «Бай-бай». Наконец-то, да? Понятно. Скажите, пожалуйста, ваша первая песня была «В садике». Если помните, какая? «В садике»? Ну, вы знаете, наверное, я тогда начала ходить рано. Я прошла в детский сад с года, и год я уже даже разговаривала, читала стихи, потому что у меня мама работала воспитательницей в детском саду. А потом уже где-то с лет 4 я начала выступать. И я 4 года выступала, и у меня была первая песня такая «Цып-цыпь мои цыплятки», «Цып-цыпь мои косатки». Что-то я там уже не помню, но, в общем, я была в костюме курицы, и маленькие детки были с ясеной группой, групп цыплятками. Да. Вот интересно, вот такое бы видео сегодня посмотреть, я думаю, это был бы тоже мировой хит сегодня. Еще бы ее запичить, пичить и сделать такой звук, да, как вот сейчас модно, такие вот диджейские всякие штучки. Ну да, там с примочками со всеми, да. Да, было бы интересно. Скажите, пожалуйста, ваш город Черногорск, да, вы сказали, да? Да, Черногорск. Получается, там добывают, наверное, уголь, да, или что-нибудь такое, или там, не знаю, нефть, или что там добывают. Да, там добывают, там 4 шахты, самый крупный угольный разрез, да, там у нас коксующийся уголь добывают, вот, по-моему, только у нас, и где-то, по-моему, на север добывают, вот, и, соответственно, там большой, ну, как бы, пласт, по-моему, там у нас 4 шахты, насколько я помню, но, естественно, сейчас, по-моему, действующих осталось, по-моему, только угольный разрез. Честно, не могу сказать, потому что я оттуда уехала и как-то не интересовалась дальнейшей судьбой. Ну, вы помните, если взять, вот, далекие ваши детские годы, юношеские годы, пока вы там жили, учили в школе, это считался такой относительно богатый район, все-таки уголь это считается, как же, ну, черное, золото, я не знаю, так говорят во всяком случае, я не знаю. Ну, с учетом того, что Россию-то в 90-е годы разваливали, да, и закрывалось, у нас помимо угля были заводы, которые отшивали крутые хлопчатобумажные изделия, по-моему, КПСО называлось, вот, и уже это все в 90-е годы, как пришел у нас товарищ Ельцин, да, начал он все потихонечку это разваливать, да, и, соответственно, я помню уже там каких-то нищих людей, да, кругом, через день, через день похороны, потому что молодые ребята там нюхали клей и какие-то разборки вечные, ну, я-то была вообще маленькая, но я помню вот это вот, какие-то я выходила, шла в школу, какие-то шприцы валялись постоянно, то есть пришли в регион и пришли вот это вот наркота, и все это пришло. Когда был Советский Союз, я чуть-чуть застала, да, его, мы жили в своем доме, мы спокойно гуляли на улицах, а уже, когда Советский Союз рухнул, уже в 9 часов меня мама загоняла домой, потому что было опасное время, это было страшно. На разборках погибали парни молодые на разборках, на каких-то, то есть непонятно в детских садах, поэтому сказать, что это был какой-то богатый регион, я не могу сказать, я не помню это, может быть, сейчас он какой-то богатый регион, но тогда, вот именно 90-е, все жили как-то, все выживали, я помню, даже там учителя, мама у меня работала уже директором лесского сада, они объединялись, ехали в деревню, покупали, ну, зарплаты же не платили, покупали корову, полкоровы возьмут, там мясо поделят, как-то вот, да, как-то вот так вот люди выживали. Неправильные, да. Да, единственный плюс, у нас была натуральная сметана, у нас были натуральные все продукты, потому что все из деревни привозилось. Витамины, да? Да. Мы не ели ножки Буша, да, слава богу. Я только слышал об этом, я этого тоже не знал, не испытывал, я не знаю. Я помню, что когда ко мне подошел мой товарищ, местный немец, и сказал, что он вчера смотрел по телевизору Москву, показывали, и показывали в магазине, что нету мяса. И он меня спрашивает, это правда, что в магазине вот люди стоят, а нету мяса? Я говорю, ну правда, а почему нет? А он мне всегда дает вопрос, вот смотрите, менталитет, а почему они не пойдут в другой магазин? Да, да, да. Люди просто не понимали, да, что у нас происходит. Это был трэш. Вот живой анекдот, понимаете? Да, вот я говорю, а там тоже нету. Да. Он говорит, а такого не бывает, он говорит, такого не бывает, если здесь нету, вот сейчас мы пойдем, говорит, в магазин, там нету мяса, значит надо идти в другой. Видите, вот менталитет, совсем по-другому немножко. Ну окей, ладно, это менталитет, менталитет розы, самое главное, что вы на сметанке, на молочке, выросли такая прекрасная, великолепная шерсть, великолепнейшим голосом и стихи, которые дарят все хорошие песни. Спасибо огромное. Кстати, о первой песне, которую вы записали. Скажите, пожалуйста, когда вы первый раз, не то, что вы пели со стороны, вот именно записали студию, интересную вещь, насколько вам нравился ваш голос. Вот именно, когда самый первый раз, я не беру пробные варианты, повторы, а вот именно тот момент, когда вот самая первая запись, мы вам включили, вы включили, и вы послушали сами себя. Ваше мироощущение. Ален. Смотрите, а у меня был магнитофон, мне мама купила, я не помню, как он назывался, Panasonic, по-моему, или как, и там был микрофон. Это мне, я не знаю, 10-11 лет мне было, и я спускалась к соседке, вставляла у нее песню, допустим, с Наташей Королевой, там какой-нибудь, там маленькая страна, да, вставляла свою кассету, включала микрофон, и получался Наташин голос, я пела сверху громко, чтобы ее перебить, и получалась сверху Наташи, да, пела. Вот. И мне казалось, что я так круто пою, потому что все равно фоном даже была, Наташа же пела фоном. Мне кажется, думаю, боже, вот, мне надо в Москву срочно, но я скажу так, что я всегда узнала, что я буду жить в Москве. Я жила вот в Хакайце, как инопланетянка, думаю, что здесь делать, что ты, мне вот, и все смотрел этот первый канал, и все новости, мне надо в Москву. Когда я услышала, как я пою, записала себя, думаю, так мне тем более надо, я же так круто пою. Терма, да? Терма, да? Я же сама звезда, вот какая уверенность у меня получилась. Более того, я открывала окна, включала, допустим, какую-то песню Ларисы Долиной, открывала все, и орала на весь дом. Я не знаю, почему не ругались соседи. Мама шла с детского сада, она на углу дома уже слышала, что я и везде не так орала. И везде. Ну, а почему вы говорите, что вы орали? Вы же пели. Потому что, потому что это нельзя было назвать пением, потому что, ну, вы знаете, не представляете, допустим, Лариса Долина там поет, там, «Все прости, книжки, телефоны, старость». А там же высокие ноты. Голос-то не поставлен, естественно, я ору. Да. Но соседи, видите, при этом ни разу не постучали. Ну, вот видите, а может быть, это было для них приятно, ваш голос, что-то необычное, что-то новое, новое, окраски какие-то. Где-то мимо денег, где там, где там фальчетчики немножко пляшут, там, не обязательно, не знаю. О, это кто там? Это кто там? Это Роберт, он любитель эфиров, он всегда со мной на эфирах. Роберт. Кс-кс-кс-кс. Роберт. Ну, Роберт, красавец. Вот у меня жалко, у меня двое, два спят. У нас кайзеры, они такие же похожи, только немножко темнее. Один кайзер, один марчелло у нас. Вот один в один такие. Но это больше на кайзера похоже такое тоже. Сколько лет ему уже? Ну, Роберт кот с улицы, я его с улицы подобрала. Он, да, он уличный кот, ему полтора годика. А, полтора года. А у нас вот как раз вчера, позавчера, три года исполнил с нашим котом. Три года. Ну, красивый. Он вам подпевает или нет? Вы вместе поетесь с ним? Есть такое? Вы только разговариваете? Ну, нет, он, мне кажется, не подпевает, он только разговаривает. Он целоваться любит. Я говорю, Роберт, я пошла, давай поцелуй. Такое вот. Он мурлыч, да, тоже, то есть, именно когда подходит, мурлыч, да? Он вообще, не то, что подходит, он как при любой возможности, он только у меня. Вот так лапу вытягивает, на ручки, мурчит постоянно. Да, 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 И делает, это такое вообще. Я любимая, да? Да, я его любимая, и все, навеки, навеки вечные. Вот видите, какие животные, да, вот они вот любят, вот просто, только так для того, чтобы просто любить, чтобы был любимый человек рядом. Да, вот большой нюанс, где человеку, мне кажется, еще далековато до этого, до этих вот, не знаю, каких-то инстинктов человеческих, звериных, жизненных, все-таки вот как-то в этом плане у людей по-другому происходит. У человека мозг, мозг по-другому заточен, мне кажется, человек старается приспособиться, особенно вот в наше время, да, в советские времена как-то по-другому, да, было, люди жили, жили, ну, потому что... Но животное, у животное разве не приспосабливается, особенно кошки. Кошки, кстати, особенно приспосабливаются, это не собаки, кошки приспосабливаются очень специфически, им надо люксус. Это собака может как-то потерпеть, мне кажется, а вот кошке надо люксус, чтобы было, она, мне кажется, не будет терпеть неудобства, не только люксус, надо внимание, удовольствие, мур-мур-мур, там кис-кис-кис. Ну, а как они вот на улице у нас живут, они как приспосабливаются, они живут в подвалах, доживут, и поэтому, не знаю. Ну, другой же, там это уже дикие кошки, то есть они уже не домашние, там уже инстинкты больше срабатывают, наверное, скорее всего. А вот вы сказали про мозг людей, мозг по-другому создан. А вот как вы думаете, кто кем управляет, Алена, мы управляем мозгом или мозг управляет нами? Скажите, пожалуйста. Конечно, мозг. Ну, как мы? Мы-то кто? Мы же состоим из воды, да, плоти, кровь и плоть, да. А, естественно, мозг нами управляет, нами управляет мозг, какие-то у нас нейронные связи, да, соответственно. Но у нас еще есть и душа, но человек, это просто тело состоящее, человека отключи и все, душа покинула тело и все. Что это? Сломанный компьютер можно выкинуть на свалку, да? Ну, я говорю вещи своими и нами, так оно и есть. Мы же здесь все временно пришли, ушли, погостили, до свидания. Уже такой Алены не будет, такого Джорджа никогда не будет. Все временно. Ну, скажите, вот, пожалуйста, вот взять такой вариант. Говорят, что кем-то мы были в прошлой жизни. Вот вопрос теперь вам. Вы в это верите? Если да, то кем вы были в прошлой жизни? Ну, вообще, конечно, я христианка, да, но я считаю, все равно у меня какое-то есть такое чутье, внутреннее предчувствие, так как душа, мы приходим в этот мир совершенствовать свою душу, соответственно, она должна перерождаться. Ну, как бы это логически, да? Вот. Но христианство это отрицает. Но мне все-таки кажется, я не знаю, кем я была в прошлой жизни, не знаю, может быть, мужчиной, да, потому что у меня какие-то есть такие волевые, да, сейчас качества. Но мне кажется, что я уже живу не первую жизнь, что я уже, ну, как бы моя душа где-то была, вот. Вот. Но здесь я еще больше поднимусь на какую-то ступеньку. Мне кажется, чем душа поднимается на, как бы, выше-выше, тем лучше у нее условия, следующее проживание жизни. Вот. Тем лучше. Ну, может быть, вот. Понимаете. Мне кажется так. А если взять лет 200-300 назад, Алена, скажите, пожалуйста, кем бы вы представляете себя, кем бы вы были в вашей жизни, ну, 150-200 лет назад, 300 лет назад? А что у нас было 150-200 лет назад? Это какая эпоха? Ну, был 17-й лет, 18-й лет. А, 17-й лет, ну, понятно. Ну, так надо, да, 16-й, 17-й. 16-й, 17-й, 18-й. Королевой. А почему нет? То есть были бы, Алена, не принцессой были бы, а королевной, да? Да, я бы управляла бы государством. А, кстати, вчера у меня есть болтушка, да, в Телеграме. И мои вчера, потом мои люди, да, в болтушке, они говорят, Алена, ты наша королева? Я говорю, вот, я все, говорю, я королева, у меня есть королевство. И вот сейчас вы спросили, да, я бы хотела в прошлой жизни быть королевой и управлять королевством. Но я была бы такая хорошая королева. Вот Елизавета, да, Елизавета, Елизавета II, она же была дева, вот я тоже дева. Она же долго правила, ну, которая дочка Артура, короля Артура. Она же долго правила, у тебя была бы такая же. А вот скажите, пожалуйста, по истории вот очень интересно, я задаю себе такой вопрос очень часто. Вот правительницы, то есть королевы России были из Германии. У меня всегда часто вопрос возникал, почему именно брали невест именно из Германии и они становились королевами. И обратный вопрос такой, почему именно с Россией куда-то не брали королев, то есть королев, чтобы они стали королевами какого-то государства. Как вы думаете, почему? Вы говорите, если бы взяли маленькую девчонку, какую-нибудь королевскую другое иностранную, вы бы, может быть, стали королевой. Может быть, даже маленького государства. Вот почему такое вот не происходит? Как вы думаете? Почему? Ну, мне кажется, сейчас Монако же, принц Монако, на ком он женился? Не на наше русское? Или нет? Или я что-то путаю? Так, значит, тогда Екатерина, да, допустим, Екатерина. Да, допустим. Екатерина. Но, мне кажется, вообще, насколько мне известно, да, не то, что кажется, известно, а чтобы у нас, может быть, у нас были какие-то, не то, что может быть, у нас же были войны, да, с Пруссией. Они везде были. Ну, да, ну, именно с ними, с Пруссией, да, с немцами, там, что-то мы постоянно не контачили. Вот, соответственно, соответственно, ну, они католики, но все равно это христианство, да, они христиане, мы христиане. Такой обмен, и мы брали на себя ответственность за их чадо, да, и мы какую-то гарантию брали, что они на нас не нападут, и какие-то, ну, может быть, пытались мирно все урегулировать, да. Ну, вообще так, да, интересная версия, интересная версия, да, в принципе, перемирие такое. Ну, вообще, я считала, что на самом деле так и делали специально, вот, разные государства женились, да, женили детей своих с разных государств, чтобы заключать какие-то мирные договоренности, чтобы не было войн и так далее, и так далее. Ну, вообще-то, когда Екатерину, вот, король Пруссии-то, когда Екатерина к нам приехала, он-то думал, что она будет ему помогать, как-то содействовать, да, даст ему какие-то борозды правления, может быть, он надеялся, да, а в итоге она ему показала... Сама прошу стрелу, да? Да, она показала ему фигу. А это вот нас Марчелло, кстати. Ой, фига какой. То есть она похож на Роберта, да, да, да. Да, 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 другой потемнее немножко, а это посветление. Это Марчелло, младшенький. У вас два кота, что ли, да, получается? Да, да, два братика у нас, да, у нас получилось так, что мы хотели только взять именно двух котов, или мальчиков, или девочек, но приехали, а уже девочек не было, пришлось брать мальчиков. Ну, мы рады, очень старше и младше, очень такие специфические тоже. Разговаривают со мной постоянно. Я когда по телефону говорю, они садятся рядом, одни с одной, с другой стороны, и мы вылечим там на своих языках. Подсказывают, что мне, что мне правильно говорить красивым женщинам на другой стороне. Такое тоже. А у меня кошка, у меня какой-то кошка. А интересно, кот с котом не дерутся? Дерутся они или нет? Ну, я не знаю, но это, наверное, как они приучатся, как они привыкают. Если маленький, наверное, полегче, наверное, как-то, я немножко не знаю. Тоже от характера зависит. Как, как и люди, как брат с сестрой. Есть, которые мирно живут, а есть, которые не совсем постоянно, а потом не разлей вода. Или есть два братишки, которые с утра до вечера, там, маленькие, там, друг другу, там, колотят, а потом не разлей вода. Это, мне кажется, очень такие многие нюансы. Вот, кстати, вот как гены срабатывают? Как вы думаете, вот, насколько вы приняли гены вашу маму, папу или, может быть, бабушек, дедушек? Или, может быть, со стороны тети, дяди, может быть, там? Насколько вы это чувствуете, видите? Алёна. Ой, я даже не знаю. Мне кажется, я взяла и от папы. Ну, вообще, я похожа на дедушку, на папиного папу. У меня даже цвет глаз зелёный, там, родимое пятно в глазу от дедушки. Но так я даже не знаю, какие качества. Ну, какие-то, может быть, упрямства, упорства. Ну, у меня мама и папа, в принципе, упрямые, какие-то... Ну, мама всё-таки, вот, захотела она быть, я буду, захотела она быть заведующей детского сада. Она, в принципе, добилась, стала, и ей всегда хотелось быть воспитателем. То есть, вот так вот. А я, знаете, что хотела Джорджу вас спросить? Давайте. А вот вы как считаете, почему вот всё-таки наши цари брали в жёны с других государств? Вот ваше мнение какое, мне интересно. Вы знаете, вот именно в то время брали почему-то небо. Была слава о том, что именно немки хорошие хозяйки. То есть, именно помимо того, что домашнее хозяйство, они вели ещё, как говорится, хозяйство полностью. Я не знаю, насколько это было правда, неправда, но это одна относительная из черт очень сильных. Хотя, если взять, посещать наши баварские дворцы, где я часто очень бываю, и там везде стоят, на удивление, если взять 17-18 век, Алёна, там везде стоят русские фамилии, девчонок, которые были с России, то есть, они были уже замужем, со своими мужьями, с семьями, приезжали в Баварию и оставались жить. То есть, это чисто абсолютно русские люди, они просто переезжали, им нравилась Бавария, потому что, говорят, посетить Баварию – это большое счастье, а жить в ней – это счастье вдвойне. И очень во многих, вот, как на картинных галереях, прям стоит там помечик, такое-то, помечица такая-то, там фотографии, там очень специфически интересно. И мы буквально пару недель назад, мы были в одном из замков короля Людовика II, я это тоже не знал, у его родителей, то есть, не у него самого, а у его родителей. И они, оказывается, Александр III, царь русский, очень имел бы... Большую дружбу с баварским королем Людовиком II, я тоже об этом не знал. И одна из комнат во дворце, она именно устроена, то есть, мебель, все именно в славянском стиле. И тогда впервые русский король Александр III подарил хлеб и соль, вот, чашу серебряную, вот эту большую такую. И она до сих пор, это вот чаша, не чаша, а поднос там такой, как правильно сказать называется, не знаю. Вот он стоит, как в память во дворце. Очень специфический он через... Я тоже об этом знал, что они когда-то дружили. Вот тебе, пожалуйста. Где русские, а где немцы, понимаете? Невесты все... Мне кажется, немцы всегда как-то они с русскими дружили. Ну, конечно, воевали, да, периодически, но все равно, как говорится, в семье не без урода. Ну, точно. Воевали, наверное, всегда из-за девчат. Или там не хватало, или тут было много, наверное, поэтому... Да, мне кажется, все равно все всегда дружили, но периодически возникли... Как в любой семье, да, брат с сестрой дружит, дружит, потом раз какая-то ссора возникает. Ну, как и муж и семья живут здесь в 15-20 раз разбежались, а потом раз опять состыковались. Поэтому здесь очень... Жизнь такая штука. Это... Везде такое кино. Есть такие нюансы. Как сказал с кинофильма «Собачий серый профессор», сказал, не читайте на утро газет, чтобы не портить себе аппетит, да, что-то такое там. Что-то такое и так далее, и так далее. Кстати, газеты. Насколько вы читаете часто газеты, или просто вы в интернете новости просматриваете? В интернете вообще ничего не читаю. А газета, телевизор не смотрю, все в интернете. Да. Ну, а вот взять если судьбу. Все-таки судьбу мы сами себе строим, или она у нас все-таки проложена? Скажите, пожалуйста. А читали наши русские сказки? Я отвечу на того, на вопрос с удовольствием. Иван Старевич, посмотрите. А я же отвечу вам. Мне кажется, у нас есть какие-то определенные... Есть какая-то определенная судьба, без сомнения, что у нас есть дата рождения, дата смерти. И есть Бог нам дает выбор. Вот в сказках все написано. Иван Старевич, идет на пути камень, да? Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там помрешь, прямо пойдешь, будешь воевать. Невесту найдешь, да? Да, невесту найдешь. Вот, соответственно, нам всегда так же и судьба дает какой-то выбор. Все написано в сказках на самом деле, да? Да, дает какой-то выбор нам. Она есть, но мы сами совершаем определенные... Нам дается вот... Ну, конечно, есть какие-то вехи, да, допустим. Но мы... нам дается выбор. Как бы мы все равно... Смотрите, Алена, сказку взять, да? Было там три сына там, один там умный, один там деловой, один там Иван Дурак. Взял стрелу куда-то там в лягушку попал. Все его там смеялись над ним, что-то там намутил, накрутил, превратилось в красавицу и стала принцессой, королевной и так далее, и так далее. Вот теперь опять же нюанс. Вот где правда, где ложь, где вот в жизнь брать сегодняшнюю? Сегодня... Как это? Так же не получается? Ну, смотрите, да, так же получается. Смотрите, сказки что дают? Там все над Иваном смеялись, да? Все как бы унижали его и глумились над ним, да? А в итоге, как говорится, тот, кто был не кем, тот станет всем, понимаете? Тот был не кем, тот станет всем. То есть не нужно... Не нужно не верить в человека. Даже если человек на дне, он может подняться так, что человек, который был наверху, он может упасть так. И в сказке это все говорится. В сказке у нас это просто гениальное пособие для жизни. Если так почитать, и все. И Иван как раз дурак и доказал, что он был дурак, а стал царевичем, понимаете? У нас так и бывает в жизни. Ну, в сказках... Ну, вот опять же, на печи лежит всю жизнь, да, греется Иван? Пришла какая-то красавица, и они стали жить-пожевать, да? Ну, не в этом тело, что они там состыковались, стали жить-пожевать. У меня всегда возникал вопрос в конце сказки. У тебя помнишь, женщина, это в платочке, она говорила, вот из сказки конец, а кто слушал, что там молодец... Молодец, да, молодец, да. А потом этот, говорит, вот Иванушка там с невестой, со своей там Аленушкой, там, я говорю, кстати, Аленушке, тоже стали жить-пожевать. И добра нажать. И добра нажать. Вот вопрос. А вот я спрашивал у родителей моих, мама, папа, а почему не расскажут, как они называли добро? А это уже сам себе человек воображает. Ну, это же секрет фирмы, правильно? Получается, секреты в сказке не раскрыло. То есть он пошел через препятствия, тут там утку подбил, там с драконом дрался, здесь с Кащейным бессмертным и так далее, и так далее. Вот они поженились, встретились, весь мир там, что-то там пил из уса, там что-то там лилось, не лилось, я же не помню, как правильно там сказать. Стали жить, поживать и добра наживать. А вот про добро наживать, они что-то сказали. Как вот они шустрили, чтобы счастье было? Ну-ка, давайте ваше мнение. Ну, смотрите, мы же не можем рассказывать детям, как они добра наживали. Они начали рожать детей. Имеется в виду добра наживать. Они начали рожать детей, жили все сказочно, у них там полная закорма еды, балы они устраивали. То есть сам факт, что в каждой сказке говорится, что мы победили нечистую силу, мы справились со всеми врагами, теперь нам будет счастье, и мы будем кайфовать. И человек всю жизнь к этому стремится, победить всех врагов, и мы такие на планете все. Прошустрить, короче, надо. Всегда надо везде прошустрить, да? Да, 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 все. Есть такое. Ну все. Алло, ну тогда остановимся на сказке. Хорошо, взять, ну погоди, сказка крутая, да, ну погоди. Вы за кого больше волновались, переживались? За волка или за зайка? Зайку. Ну, волк для меня вообще был в детстве отрицательный персонаж, он же курил. Ну что? Мне казалось, как это можно курить? Нет, он для меня был отрицательный персонаж. Все-таки я больше переживала за зайца. Ну, зайца такой миленький, а волк такой. Ну, иногда, вот, кстати, знаете, вот сказка Тома Джерри, да? Вот Тома Джерри. Мне иногда жалко кота, почему-то. А в сказке, вот, как-то американцы как-то не преследили, да, чтобы постоянно было жалко мышку. Там все-таки, как мышь огреет этого кота, он раз у него в головах смятку, да, там очень жестко все. У нас такого нету. Ну, погоди. Там американские плоские шутки. У нас здесь все-таки с юмором было, понимаете, а там у них немножко по-другому менталитет работает. Ну, я не знаю, что там у них работает, но когда коту голову приплюснуло, какую-то жалко мышку. Чего его жалко этого мыша. Хочется уже мыша этого прибить, да, что бедный кот. Вот. Они еще забыли, что русский кот. А про Чебурашку, скажите, пожалуйста, вот если взять вам роль Чебурашки, сказать, сказку Чебурашки, не саму Чебурашку, какую бы вы роль сыграли бы там? Саму Чебурашку бы сыграли? Кстати, какое-то кино тоже вышло, что-то про Чебурашку у вас там, я правда не видел. Я не знаю, что-то говорили, очень такое популярное. Вот вы роль Чебурашки бы сыграли, или может быть старуху Шипогляк, такую вот нехорошую, что людям помогает терять время. Людям помогает терять. Я бы сыграла роль Гены Крокодила. Ага, все-таки Крокодил Гена. Да, добряк, добряк. Вообще в детском саду, я уже училась в школе, мы постоянно играли вот этот вот спектакль, ставили Буратино, Лиса Алиса, я была всегда Лиса Алиса. Я уже это проигрывала, поэтому у меня даже есть фотографии, да, где я беру интервью, поэтому это уже моя жизнь. Ты меня не путай, да, вам такое не говорили в жизни, Ты меня не путай. Ну, говорили. А вот скажите, пожалуйста, вот в принципе всегда ребята подходят, когда знакомятся с девчатками, ну, и дают знаки симпатии, признаются в любви. А вот такой серьезный вопрос, скажите, пожалуйста, а вот вы как, ну, девушка, женщина, я не знаю, вы кому-нибудь признавались в любви? Первое, я имею в виду, именно первое. Такое было у вас? Конечно, конечно, признавалась. Это считается нормальным явлением, а? Ну, просто если ты в отношениях, допустим, парень, ну, парень может так любить, мужчины вообще они больше стеснительные, чем женщины. Женщины все-таки как-то, а мужчины, они более, вот, парень может стесняться просто, да, а ты можешь там признаться в эмоциях каких-то там, не так, что там, знаете, я там тебя люблю, так я тебя люблю, я там тебя обожаю, что-то еще. Я постоянно к коту своему говорю, мне как-то, я Роберту говорю, каждый день ты самый лучший, ты вообще единственный, я тебя люблю, обожаю, и он, у меня он просто, за любимый. Вот. Ну, это есть, да, самый любимый, да, такой. А вот скажите, пожалуйста, для вас разница есть, когда человек умный и разумный? Разница есть какая-нибудь или нет? Умный, разумный, ну, это практически близко, да, где-то, и умный, и разумный, то есть, если человек умный, то он и разумный, вот. Разница есть или нет? Что есть? Разница есть какая-то? Или, ну, именно для вас, я не говорю, там глубоко. Я даже не знаю, ну, а в чем, вот допустим, в чем проявляется умный, а в чем разумный? Ну, это вот вопрос к вам. В чем? Мне кажется, умный и разумный, это одно и то же. Или это умный, просто может быть умный, а разумный больше распределяется умом, да, может быть, он умеет как-то распоряжаться умом своим. Даже не знаю, мне кажется, мне кажется, где-то рядом. Хорошо. А если брать такой вопрос, взять вас, как творчество и личность, Алена, что для вас больше интереснее или важнее, быть знаменитой или известной? Ну, знаменитость, понимаете, известность, быть знаменитой и известной, это как бы одинаковые слова, в принципе, да, они раскрывают сущность одинаковую. Мне кажется, и то, и то, это одно и то же. И известность, и знаменитость, это одно и то же. Это два одинаковых слова. Я скажу, почему я спросил об этом, если взять, Капицу был такой профессор, он был его папа, тоже профессор, очень большой человек. Да, у папы брали интервью, они же в Англии живут, очень много, и когда приезжали с русского телевидения или с радио, или с какая-то пресса, брали интервью у папы, то еще не совсем очень знаменитой, тоже известный сын, его, который вел передачу, интересно, что очевидно, невероятная часть, он был рядышком около папы. но так получилось, что они находились именно где-то в садике, в саду очень большом, играли в интервью у папы. И подходит уже Капица младший, и его, естественно, журналистка узнала и говорит, о, здравствуйте, познакомьтесь, пожалуйста, у вас, говорит, такой тоже сын знаменитый. Он говорит, папа, вы знаете, он просто известный, а вот я знаменитый. Ну, то есть, он еще не утвердился, он просто известный, потому что за счет папы он еще не утвердился. Но для меня, скажу честно, знаменитость и известность, для меня важно быть востребованной в профессии. Я даже как-то об этом не задумывалась, быть знаменитой, известной. Но, естественно, наша профессия подразумевает и известность, и знаменитость, но знаменитость, то есть, он утвердился уже в этом, он чего-то добился, а известность получается, а известность получается, ты можешь просто получить известность за счет даже своего папы или просто побыть на передаче, я поняла. Ну, в принципе, это одно и то же, ну, отличается, да, есть разные различия. Да, ну немножко, да, есть, но я даже об этом не думала. Мне самое главное, чтобы у меня был слушатель, концерты чтобы были, да. Я очень люблю именно вот этот обмен, энергообмен. Для артиста это очень важно, чтобы слушали его песни, чтобы приходили на концерты. Вот это такой один из важных моментов. Если артист, как говорится, не востребован, то смысл всего этого происходящего. А что значит востребованный артист сегодня? Скажите, пожалуйста. Сегодня вот миллион там артистов. Раньше было как-то очень-очень узко все, там буквально пару имен и уже знали о том, что тот мне нравится, я пойду на концерт или не пойду на концерт, не важно. Сегодня просто вот, я не знаю, там, ну это даже не назвать конкуренцию. Здесь просто столько всего, что как выбрать того артиста или артистку, который мне нравится. Как вас выбирают? По каким признакам? Скажите, пожалуйста. Если все подряд брать, и внешность, музыка, мелодия, там, площадка, там, все что угодно. Вот почему именно к вам идут на концерты? Ну, в первую очередь, наверное, потому что у нас классно проходят концерты, душевно, да. Как они нашли меня, как они определились с выбором именно как меня, как артиста, я не знаю. Может быть, они услышали песню, песни. Но чаще всего люди, некоторые слушают мои песни, это я вообще очень часто встречала, они не знают, что я, это я. Они не идентифицируют меня с моей внешностью, да. Они просто знают, что песня там, допустим, твоя поет Алена Валенсия. Это было очень много раз, я с этим сталкивалась. Они такие, это вы поете? Я говорю, да, это я, это моя песня. Вот. Или там еще какая-то песня. Но вот сейчас, так как появился интернет, и я стала более, ну, когда пришла пандемия, я стала ходить в прямые эфиры и как-то больше расширять свою аудиторию, да, знакомиться с своим творчеством. И, конечно же, очень важно в концерте дать то, зачем пришел человек на концерт. Именно почувствовать вот этот вот флюиды, да, какие-то. И когда это происходит, вот этот энергообмен между артистом и человеком, который слушал его, да, это совсем разное, послушать и прийти на концерт. Это вообще абсолютно разное. Да, ты можешь в артиста так влюбиться и просто, вот. Поэтому мы, я считаю, что на нашем концерте, на моем концерте именно люди получают этот заряд энергии, это душевное состояние, потому что у меня разные песни. Мы и танцуем, мы и поем, мы и болтаем. Ну, вот Ксюша была, Ксюша сейчас в эфире, она была у меня на концерте. И сейчас в Питере 5 мая, ребята, кто у нас будет в Питере приходить, у нас будет концерт. И, кстати, по поводу концертов 5 мая, да, вы сказали, что там будет интересно, что это за концерт. Просто очередной концерт, какая-то дата, кому-то посвящается, чему-то посвящается. Дайте знать, пожалуйста. Вот у нас, получается, 5 мая будет Пасха, да, совпало. Пасха. Да, Пасха, по христианскому календарю Пасха. И вот, чему посвящается. Не то, что мы уже просто давно планировали, да, поехать в Питер, и случились здесь, мы должны были выступать 24-го, но случилась трагедия, кругу Сити Холла, у нас отменилось. Мы перенесли на 5 мая, на 5 мая. Должна была премьера быть трех песен. Ну, сейчас будет премьера у нас в Питере двух песен. «Отключите схему» уже вышла. И будет премьера моего клипа. Мы сняли клип на песню «Отключите схемы». У нас в концерте будет участвовать я, Ирина Летина и Наташа Мальдива. Наташа Мальдива как раз представит новую песню, которую я для нее написала. И мы благополучненько все повыступаем, попоем свои песни. Все на концерт. Все на концерт в Питере будет, да, концерт? 5 мая на Петроградке ресторан «Юнити». Начало у нас 19.00. Ну, будет круто. Я просто знаю, у нас был 16 тонн, у нас был «Солдаут». Мы делали в ноябре 16 тонн, у нас кто был, все начали писать. Давайте еще, давайте еще. Но мы с живым составом только планируем осень повторить. Уже программа будет другая. Значит, вы, Алена Валенсия, Мальдива певица. А также Мальдива, да. Ирина Летина. Ирина Летина. А, окей. Не знаю, я не расслышал. Ну, удачи вам, девчата. Есть три богатыря, есть три такие, ух! Красавицы девчонки. Да, спасибо. Чтобы захватили все. Самая большая аудитория, где вы выступали, сколько было тысяч народу, поклонников ваших стадионов? Стадион, да. Под Новосибирском мы выступали в городе Купино. Есть видео на YouTube. Но это не только я там выступала, но еще выступали заслуженные артисты России. Фестиваль был? Нет, это не фестиваль был. Это именно пришли на нас люди, именно пришли на нас. Был стадион. Я не знаю, сколько там было народу, честно сказать. Ну, я не знаю, сколько там человек вместимость. Но был целый стадион. Видео есть. Да. А вам легче, как работать, Алёна? На каких площадках? Средних? Вот, небольшая публика? Клубная? Или чтобы было вот именно побольше, там, такого power, шума, гамма, там, хлопки, звонки, там, и так далее, и так далее. Где вот больше? Вот именно для вас? Открытая площадка? Открытая? Открытая? Пару сотен? Пару тысяч? Вот именно для вас, где вы спокойно себя чувствуете? Мне тяжело сказать. Мне везде комфортно. Мне главное, чтобы была отдача. Я чувствовала энергетику, обратную реакцию, обратную связь. Мне вообще, честно сказать, без разницы где выступать. Я даже пела на корпоративах как-то. Было 10 человек. Мы вот так сидели, да, играли под гитару и пели под гитару. Это был такой корпоративчик. То есть, ну, понимаете, если человек артист, если человек поет, ему без разницы где петь, где выступать. То есть, главное, чтобы были зрители. Это важно. По поводу вашего хита нового. Отключите схемы. Само название, конечно, очень специфическое, на которое я случайно обратил внимание. Где-то вот оно мне попалось. Отключите схемы. У меня в голове, получается, должно быть что-то другое. Стал копать, копать, копать. Вышел на Алену Валенцию. Стал опять дальше копать, копать, копать. И потом узнал. Оказывается, что года два назад я посылал вам первые приглашения на наше интервью. Вы представляете? Да, да, да. А я об этом даже не знал. Я смотрю, что это ни ответа, ни привета. Ну, думаю, мало ли что там было тогда у нас, у обоих в то время, что все-таки звезды не сошлись. И все, что они делают, тогда к лучшему. И получается, на сегодняшний день наша мелодия, как говорится, обиделась. Видите? Да. Интересно, тоже вот такой нюанс бывает. И по поводу песни «Отключите схемы» у вас, я не помню где, в YouTube или где-то, может быть, в Instagram была такая надпись с кого-то с благодарностью. Вам огромное большое спасибо. И я бы желал вам, кто-то написал вам женского счастья. Вот, Алена, скажите, пожалуйста, есть такое выражение, даже тост часто говорят, пьем за вас, милые девчата, и займите там, ну, не важно, как происходит. И желаем тебе женского счастья. А можно раскрыть ваш секрет? Что такое вообще женское счастье? Нам, мужчинам, это не понять, я раз говорю. Но все-таки ваше мнение. Женское счастье. Женское счастье был бы милый рядом. Помните, пела Татьяна Овсенко? Женское счастье был бы милый. Ну, вообще, женское счастье, оно такое, да? Естественно, женщина, кому-то хочется иногда пожить для себя в кафе, путешествовать, да? Это тоже есть женское счастье, да? Расслабиться, да? Устала от домашних каких-то забот. Кому-то именно, ну, такой ключевой момент, это, конечно, семья. В семье, я думаю, что это не только женское, но, мне кажется, это мужское счастье, чтобы человек не был один. У нас тотальный еще 21 век, много людей одиноких. Это и женское счастье, мне кажется, и уже мужское счастье стало, чтобы найти вторую половину, быть со второй половиной. Если все окей, то, естественно, детишек, в этом и есть женское счастье какое-то в семье, да? Вот. Алена, вот скажите, пожалуйста, вы сказали найти свою половинку. Вот половинка и половинка, она, в принципе, ну, дай Бог, чтобы они, как говорится, состыковались и сошлись, чтобы была целинка. А вот почему надо искать именно целинку себе? То есть я сто процентов и вы сто процентов. Тогда, получается, будет двести процентов. Две целинки. Потому что две половинки разломанные там или там согнутые, мне кажется, они тяжелее же как-то, может быть, состыковать, чем две уже готовые целинки. В том-то и заключается, что пазл, когда две половинки, он как бы неровно разрезан, и когда ты уже с пазл совпали, это сто процентов твой человек. А когда две целинки, да, целостных, вы можете друг другу не, понимаете, я как считаю, что, как моя песня «Отключите схемы» «Этот мир несовершенен, но для каждого счастья дано». То есть для каждого человека есть именно его человек на земле. Но мы не все в силу молодости или чего-то еще принимаем или дожидаемся своего человека. Вот. Не всем же дано сразу двадцать лет выйти замуж, и быть такой счастливый, и там… А почему не дано? Потому что, видимо, что-то какие-то есть, преграды или что-то еще, да? Но мы не будем от того пуграшивать. Ну, значит, время не пришло, да? Ну, мы же идем путь, понимаете? Мы же должны что-то пройти, чтобы понять. Может быть, один человек сразу скажет, ой, как я счастлив, как классно, что у меня есть там… А второй ему дали, а он такой, да нафиг, не понял, да? То есть… И поэтому человека подготавливают, чтобы в его жизнь, когда придет человек, тогда он поймет. А перед этим он пройдет вот такие вот всякие мытарства, да? Да? И, грубо говоря, может быть, сорок лет встретит… Старую, да? Да. Старую половину. У вас есть такое выражение «наш мир несовершенен». То есть… Да, несовершенен. Вы с этим согласны? Конечно, несовершенен. Наш мир несовершенен. Нам еще совершенствоваться и совершенствоваться. В плане того, что даже как мы загрязняем землю, да? Вот в чем совершенство-то у нас? Мы же сами… Человек же сам все рушит. Так… Сейчас я на эту тему пополню, как мы загрязняем. Мне очень интересно… Мне сегодня история пристелилась. Сейчас я скажу об этом. Прежде чем задам еще один вопрос. А «наша земля» это можно назвать, что это рай? То, что несовершенная, там… Окей. Это нюансы. Мы об этом уже сказали. А вот то, что «наша земля – рай», скажите, пожалуйста, это действительно так или нет? 100%. Никакого рая не существует. Рай – это и есть земля. То есть, вы дополнили полностью это ваше мнение, вы согласны с этим, да? Ну, смотрите. Я встаю утром, мне светит солнце или даже не светит, даже идет дождь. Там лепесточки, птички поют. Везде кругом рай. Мы находимся в… Просто этот человек либо понимает, да, и радуется этому, что это ему дал Господь. Вот это вот сегодня проснулся, сегодня и в каком… Просто люди, они к этому привыкли, к этому раю. И они это многие не ценят. Они встают, бегут на свою работу, и они думают, что вот так вот. Они такие, блин, я живу в каком-то… И сами себе придумывают какой-то ад, понимаете? Я живу в каком-то аду, нелюбимая работа. Ну, по меня нелюбимая работа. А они боятся, у них страхи. А почему у них страхи? Потому что они свою судьбу, они не уповают на Бога. Они не… Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Мы сейчас это углубимся, конечно, во все эти… Но… Как только человек… Понимает, что… Где он находится, да, у него все становится… Паза и складывается все на свои места. Все. Конечно, земля – это рай. Принимается. Принимается. Ну, скажите, пожалуйста, если взять, опять же, вот, то, что мы учили по истории, по религии, там, по географии, что Всевышний когда-то сделал нашу землю, сделал когда-то там на седьмой день, там, ну, неважно, горы, озера, реки, погоду придумал интересную, солнце, звезды и так далее, и так далее, животных придумал. Все было прекрасно, все радовались, думают, вот, какая земля интересная, какой мир интересный получился. И в один прекрасный момент подходят животные и говорят, слушай, Всевышний, вот ты так все сделал великолепно, все, вот, просто, ну, невозможно ничего сказать, но вот маленький дегрент, маленький нюанс какой-то не хватает, что-то кого-то еще надо на эту землю. Ну, подумали все вместе, и Всевышний придумал первого на земле человека, Адама. Ну, сказано сделано, то есть как положено, то есть в высших, как говорится, верхах, сказано сделано, другого не бывает. Опять весь мир радуется, вот у нас новый человек, есть Адам, радуется, а он с каждым днем становился все грустнее и грустнее. Да. И подходят опять животные и говорят, слушай, Всевышний, вот видишь, как получилось, мы так все сделали хорошо, и постарался, добавил свою, как говорится, основную лепту, а Адам скучает он один. Сделай, пожалуйста, так, чтобы было ему так же интереснее, как и нам. Ну, сказано сделано, говорят, что справа, слева там ребра он взял там шестое, восьмое ребро, и придумал интересную, сотворил чудеснейшую, красивую Еву, женщину, которой мы сегодня наслаждаемся. Да. Алё, Алёна, такой вопрос, если это было бы не ребро, то какую бы часть тела взял бы Всевышний у Адама, чтобы сделать прекрасную, великолепнейшую Еву? Если бы это было не ребро, я даже не знаю, а что еще можно взять. Даже не знаю, что можно взять. Мне кажется, ребро идеально подходит. Ну, смотрите, у нас все идет, она начинается либо с головы, либо, ну, с позвонка, может быть, с позвонка он что-то бы взял. Ну, да. Принимается. Почему нет? Это ваше мнение. Почему бы нет? Принимается полностью. Та же самая история, Алёна, та же самая история. Нюанс только в том, что первое, как говорится, существо на белом свете Всевышний сделал Еву. Ага. И тот же вопрос, подходит живот, мне говорят, слушай, Всевышний, ну это все великолепно, пожалуйста, надо еще что-то добавить такое, чтобы Ева не скучала. Опять тот же вопрос, какую бы часть тела взял бы Всевышний у Евы, чтобы сделать Адама. Мне кажется, ребро. Мне кажется, это идеально подходит, не знаю. Вот он настолько все придумал, что даже у меня нет каких-то идей. Ну вот, что у нас еще есть? Просто, ну просто вот реально, он настолько все идеально придумал, что я не могу даже, не приходит в голову, что можно взять. Ну, принимается. А вот скажите, пожалуйста, вот если вы идете по улице, на встречу вам идет, вы точно знаете, что это Всевышний. Вот точно. Ну, как-то мы его представляем, каждый по-своему вы его представляете. Вот он к вам подходит, вы здороваетесь. И вот, Алена, как вы думаете, что он у вас спросит? Он спросит, счастлива ли ты? Бог есть любовь, ему очень важно, чтобы каждое его творение на земле было счастливо. Принимаете. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, цифра в 3600 секунд, это много или мало? 3600 секунд, это сколько часов? Один час ровно. 3600 секунд. Один час. А это мало. Мало. Если бы добавить еще пять минут, то есть еще 300 секунд, получается 3900 секунд нашего с вами знакомства со всеми с вами на интернете. А это мало. Ни о чем. Конечно, спрашиваю. Да, да, да. Я поэтому спросил вас много или это мало. Все-таки уже время бежит. Уже встану час, мы с вами знакомимся. Мы очень благодарны вам за выделенное время. 3600 секунд. Выбрать творческого человека – это большое счастье для всех нас. И мы еще не закончим. Еще пару нюансов я бы хотел спросить. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь в лотерею выигрывали? Если да, то сколько? Честно сказать, я ее покупала, может быть, три раза в жизни. По-моему, выигрывала 100 рублей. Но я даже остальные не отслеживала. Вот. Я как-то стараюсь, полагаюсь, но на авось я не надеюсь. Это все-таки такое пальцем в небо, да? Вот. Ну, может быть, я не знаю. Ну, может быть. Почему я об этом спросил? Ну, потому что мы со всеми нашими гостями проводим интересную лотерейку. То есть, у нас, ну, как и во всех странах, проводятся лотерейные книги, вытаскивают цифры с 1 до 49. Я предлагаю всем, что вы мне называете цифры от 1 до 49 в разброс. Угу. Я их записываю. Свидетель наш интернет, моя запись и то, что я вам пошлю. Ну, и если вы угадываете 4, 5 или 6 номеров, начиная с 4, то есть номеров, 3 не считаете, 2 нет, а вот именно 4, 5 и 6. Это будет вам такой зеленый свет посетить нашу скромную Королевскую Баварию. Вопрос. Скромный. Сыграем? Особенно скромный. Вопрос. Сыграем? Да, конечно, давайте. Надо говорить 4 цифры, да? Значит, нет. Вы говорите цифры от 1 до 49. Да, да. 6 цифр. 6 цифр. У нас будет 3 варианта. Ваши 6 цифр. Потом по 3. 3 ваши, 3 мои и мои 6. Я потом, когда у нас будет лотерейка, послезавтра у нас будет розыгрыш. У нас, я сейчас все запишу. Вышли вам номера, которые вы сказали. Свидетель, еще раз повторюсь, наш инстаграм. 4-5 шамеров. Ну, будет у вас путевочка к нам в скромную нашу Баварию. Посидит нас к нам баварских королей с королевами. Она действует безограниченно. Если нет такого, что если вы там на следующей неделе через месяц заняты, что она пропадет. Выберем время, чтобы вы нас обязательно посетили. Окей? Я вам покажу все прекрасные королевские и баварские места, куда не проведет нога человека. То есть гиды там не ходят. Окей? Окей. Договорились? Договорились. Стреляете от 1 до 49 в разброс любые ваши цифры. Зрители, не стесняйтесь. Подсказывайте на всякий случай фишку. Только я ее в мире делаю. Больше никто в мире с интервью такие вещи не делает. Имейте в виду на всякий случай. Ну, и буду надеяться, что выиграете. Пока выиграли только 3 номера. 4 никто еще не выиграл. 5, 6 тоже нет. Итак, Алёна, Маша, 6 номеров. Пожалуйста. Тем более, как говорится, 7. Так, 43. Есть. Сколько еще мне надо назвать? 7, 43. Еще 4. Еще 4. Еще 4. 7, 43. Дальше у нас будет 13. 23. Так. И... 13, 23. Так. 4. Еще 1. И... 17. Записано. Теперь я говорю 6 номеров. Окей? Окей. Я назову 24. Сегодняшнее число 18. Сегодняшнее месяце. Я назову 4. Год... Я сказал. Значит, 2020. Назову. Окей. Возьму ваше день рождения 7. И возьму ваш весец 9. У меня получилось 24, 18, 4, 20, 7 и 9. И давайте сделаем по 3 номера. 3 ваших, 3 моих. Такой салатик делаем. Давайте. Салатик делаем. 18. Есть. Так. Потом 18. 27. Есть. И... 47. 47. Есть. Я назову 1, 10, 20. Все. Три варианта у нас есть. Видите, у нас еще раз напомню есть. Да. Большое спасибо еще вам. Говорите всем до свидания. И еще один вопрос последний вам задам. Прежде чем мы скажем goodbye и до встречи. Пожалуйста. Ваше до свидания на планете Земля всем, кто у нас присоединился или кто будет нас смотреть с нами на инстаграме и также во всех социальных сетях, где мы сейчас поставим эфир. Пожалуйста. Алёна. Ну, я благодарю всех, кто был на эфире. Я смотрю, только вопросы писала у нас Ксюша, да. Но вот Ксюша пока вот те вопросы, которые я писала, я пока вот не выделила то, что хотела по-другому. Там какие-то вопросы, чтобы мне задали. Ну, ладно. Вот. Всех благодарю, кто был на эфире. И хочу пожелать всем здоровья, крепкого, счастья, чтобы вы действительно полноценно были счастливы. И я всем желаю исполнения желаний, чтобы хотя бы одно желание сбывалось. Ну, хотя бы минимум 4 номера на путевочку в Баварию. Тоже бы для начала, да. Да. Великолепно. Ален, спасибо огромнейше еще раз за более 3600 секунд. Великолепная творческая беседа. Видите, не успели состаговаться пару лет назад, но звезды творческие нас подкинули, как говорится, кульминации для того, чтобы были интересные аккорды сегодня. 18 апреля 24-го года. И последний вопрос. Алена Валенция, которая у нас сегодня в гостях. Разрешите, позволите ли вы мне угадать самый счастливый день в вашей жизни? Алена. Конечно. Точно? Не сомневается? Да. Итак, внимание. Скажем больше. Ахтунг. 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 Алена. 18 апреля 24-го года. Джордж Дель угадывает ваш самый счастливый день в жизни. Итак, Алена. Самый счастливый день вашей в жизни еще впереди. Я тоже так думаю, у нас мысли совпали. Великолепно. Большое спасибо. Удачи. Мы сейчас все запрограммируем. Скинем вам. Поэтому смотрите, пожалуйста, инстаграм. Все, что непонятно. Спрашивайте. Подключитесь к нам на подписку, которую мы вам сейчас перекинем, чтобы эфир появился у вас также на вашем инстаграме. Вот, вот, я иду, думаю, чтобы у меня появился эфир, как сделать это. Я просто технически, честно говоря, инстаграм не Мы сейчас вам скинем все, а вы только принимаете все, что непонятно. Но знаете, что бывает, Джордж, у нас бывает так, что вот недавно было с видео, значит, эта девочка выложила видео, у меня это, оно мне не отображалось в этом. Мы же через IPN сидим, да? Где-то заблокировано. Оно не отображалось. Потом, только через какое-то время отобразилось. Поэтому. Бывает, бывает. Спокойно. То же самое, как с интернетом. Сегодня есть, завтра еще быстрее будет. И будем жить пожевать и добра наживать. Добра наживать, да. А вот как наживать, никому не расскажем. Да, да, да. Но главное, что будем. Это самое самое самое. Всем привет, Ксюше. Привет, кстати, тоже огромное. Да, Ксюше, привет. Всего хорошего. Чао. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое.